в видео я вам расскажу как пользоваться таблицей гликемических индексов версия для холодильника и так почему во первых для холодильника потому что это таблица которая должна жить на холодильнике если она где-то в компьютере или на рабочем столе под стопкой бумаг то от нее польза ровно никакой если эта таблица висит на холодильнике то она реально помогает изменить привычки питания и добиться поставленных целей все что я сейчас сказал по поводу холодильника стопки бумаги на рабочем столе это из практики работы для начала что такое гликемический индекс значит это определение вернее определение этого термина написано вот здесь в правом вернее в левом верхнем углу гликемический индекс определяет в какой мере тот или иной продукт вызывает повышение содержания сахара в крови и инсулиновую реакцию поджелудочной железы если мы с вами преследуем цель снижения веса или мы с вами преследуем цель прожить 120 лет и умереть от старости а не от инфаркта то нам жизненно необходимо определить обращать внимание на этот показатель углеводосодержащих продуктов дело в том что лишний вес возникает не только из-за потребления слишком много многого количества жиров а также из-за потребления излишнего количества углеводов значит углеводы в нашем организме это коварная вещь они могут быть не сладкими но когда они попадают в нашу пищеварительную систему под действием пищеварительных соков они распадаются на простые сахара ну или просто говоря они превращаются в сахар и избытки этого сахара утилизируется в жир это что касается вопроса снижения контроля веса но пока эти избытки сахара находятся в крови они портят сосуды и способствуют развитию холестериновых бляшек это что касается инфаркта как говорится в раннем возрасте что тоже нам нежелательно поэтому для того чтобы успешно худеть контролировать вес и умереть от старости 120 лет они от инфаркта в 40 или 50 по зарядине жизни то нам жизненно необходимо определять обращать внимание на вот этот пакет вопрос как определить от каких продуктов у нас со сахар в крови повышается то есть грубо говоря с кровь становится более сладкой и густой а когда кровь более сладкая густая то грубо говоря она превращается в в варенье и сердечной мышцы толкать эту кровь гораздо сложнее и нагрузка на сосуды и на сердечную мышцу повышается нам для того чтобы жить долго и счастливо не надо делать так чтобы наша кровь была слишком густая так вот эта таблица если она висит на холодильнике она вам поможет в выборе продуктов и будете знать от каких продуктов кровь становится густой и сладкой и лишние сахара потом из этой крови переводятся в жир от каких продуктов кровь не становится густой и сладкой и соответственно лишний вес не прибавляется нам и сосуды наши не портятся значит здесь есть три сектора вот красный желтый и зеленый значит если вечером вы захотели съесть печеньку вы можете взять в руку подойти к холодильнику открыли таблицы посмотреть в каком секторе лежит печенька вот давайте с вами посмотрим печенька у нас лежит так 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 о печенье крекер индекс 80 красный сектор это означает что си сидите вы сейчас вечером эту печеньку а утром проснетесь чуть чуть тяжелее вот и с чуть чуть более изношенной сердечно-сосудистой системой вот в принципе под собственной ответственности есть печеньки можно вопрос в другом нужно ли вот желтый сектор это означает что когда вы едите те продукты которые в желтом секторе они вызывают повышение уровня сахара в крови и инсулиновую реакцию поджелудочной железы но не так сильно как красный но все равно это ведет и к лишнему весу и к износу сердечно-сосудистой системы а вот зеленый сектор это те продукты которые можно есть безопасно но опять же нужно знать меру меру значит и и таким образом для того чтобы нам более успешно похудеть нам надо в рацион включать больше продуктов из зеленого сектора и меньше и желтого и из красного красная вообще на период снижения веса я рекомендую исключать вот кроме того есть еще такой показатель как индекс питательной ценности если гликемический индекс говорит нам что ваша кровь станет слаще или не станет то индекс питательной ценности говорит что ваша кровь станет грубо говоря более полна витаминами и минералами то есть полезными питательными элементами и эти питательные элементы через кровь попадут в клетки для того чтобы нам долго и счастливо жить нам нужно чтобы индекс питательной ценности был как можно выше то есть нам питательных элементов не хватает в нашем рационе вот а сахара у нас наоборот в избытке и чтобы нам с вами значит долго и счастливо жить опять же нужно выбирать продукты и гликемический индекс которых как можно ниже ниже а индекс питательной ценности как можно выше если вот мы посмотрим в эту табличку то тут у нас есть сладости конфеты пирожные торты у них индекс питательной ценности 0 то есть там витаминов и минералов 0 0 но при этом значит если мы посмотрим какой у них гликемический индекс то вот печенье здесь значит торты вы здесь тоже найдете это все в красном секторе то есть печенье торты это вещи которые пользы не дают никакой абсолютно а сосуды и сердечную мышцу портят и добавляют лишнего жира а если мы возьмем свежую зелень вот листовые овощи у них индекс питательной ценности 100 это условно тоже единица это не показатель граммов это условно единица вот которая говорит что там полезных питательных элементов больше а а если мы посмотрим свежие зелень например например капуста гликемический индекс у него 10 то есть когда мы едим капусту у нас уровень сахара в крови не повышается лишний сахар в жир не переводится и сосуды и сердечные мышцы не изнашиваются но зато капуста нам дает много полезных питательных элементов вот краткий итог для того чтобы нам успешно худеть контролировать свое здоровье и не огрести инфаркт или инсульт или сахарный диабет нам нужно чтобы значит индекс гликемический индекс как можно ниже смотреть вот по этим трем колоночкам а индекс питательной ценности наоборот как можно выше гликемический индекс